НОВОСТИ 24 Семья, или как их еще называют, отшельники. Как горцы сохраняют жизнь своего аула, сегодня в выпуске. В Хасавюрте прошла акция, приуроченная к 120-летию революционера Зайну Абидо Батыр Мурзаева. Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Дагестане отменил режим контртеррористической операции в Шамильском районе, где ранее были уничтожены двое боевиков. Режим КТО был снят сегодня в час дня по московскому времени. Напомним, в рамках этого режима силовики в указанном районе в ночь на 11 октября уничтожили двух боевиков. Они открыли стрельбу по представителям власти в ответ на просьбу сложить оружие и выйти без боя. Бандитов уничтожили на месте, жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мерных граждан нет. В честь 120-летия революционного деятеля Зайна Абидо Батыр Мурзаева прошло памятное мероприятие на главной площади Хасавюрта. На памятном собрании присутствовал глава города, сотрудники правоохранительных органов, начальники организации и ведомств, а также студенты педагогического колледжа. В официальной части мероприятия к участникам акции с приветственным словом обратился глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов. Тогда еще призывал изучать историю родного края. Он писал об истории, он говорил, что Дагестан имеет богатую героическую историю. Он призывал изучать и сохранять родные языки. Также перед собравшимися от имени молодежи города выступили студенты педагогического колледжа. По завершении официальной части все участники акции провели церемонию возложения цветов к памятнику Батыр Мурзаева и почтили память героя «Минутой молчания». Местность которой не проложена автомобильная дорога. Село, где живет всего одна семья. Семья Ибрагимовых прожила в селе Хитнит для Ратинского района всю жизнь. Увидеть быт и условия тех, кого прозвали отшельниками, отправилась наша съемочная бригада. Об ауле без цивилизации расскажет Ума Ибрагимова. Ратинское село Хинти. Сейчас мы направляемся именно туда. Дело в том, что автомобильную дорогу сюда еще не провели, поэтому семья, которая там проживает, поднимается туда постоянно пешком. По этой довольно-таки опасной и узкой дороге. Здесь большое количество скал и обрывов. Долгая дорога, множество препятствий. И вот, наконец, наша съемочная команда дошла до них. Тех, кого уже не первый год именуют отшельниками. Заходите, заходите. Сейчас чай будем пить. Аминат Ибрагимова для жителей Тляратинского района стала примером стойкости. Женщина прожила в селе Хинти всю жизнь. И если раньше здесь были десятки хозяйств, то уже в течение пяти лет Аминат с мужем живут в селе одни. Не смогли. Здесь многим тяжело жить. Уезжают в город. Ведь все хотят жить в хороших условиях. Аминат Ибрагимовы 63 года. Несмотря на суровые горские условия, женщина косит сено, держит скотину, в том числе баранов. Приближается вечер. Аминат Ибрагимова уже торопится загнать телят в сарай. В этих краях обитает очень много диких зверей, которые нападают на скот женщины. Жители других сел Тляратинского района удивляются Горянке. Ведь женщина живет без каких-либо благ цивилизации. На вопросы приезжих отвечает – уезжать не собираюсь. Уезжать отсюда я даже и не думаю. Меня слишком многое связывает с этим селом. Мой любимый дом, мои телята. На кого я это оставлю? Проложить в село автомобильную дорогу или хотя бы менее опасную – все, чего хочет Горянка. Ведь именно из-за ее отсутствия к ней редко приезжают близкие. Неоднократно с мужем обращались в местную администрацию. Думаю, провести дорогу несложно. Мы бы и сами провели. Да только средств таких нет. Муж Аминат – учитель в школе. В семье семеро детей. Все живут в городе. Неоднократно звали родителей к себе. Но даже на их уговоры Аминат нашла ответ. Не нравится городской воздух, атмосфера и даже продукты. Фрукты и овощи Аминат Ибрагимова старается выращивать у себя в огороде, так как предпочитает натуральные продукты. Эти помидоры неспелыми она собрала совсем недавно, так как зимние осадки в этом году наступили еще в начале осени. Всех гостей, а они у Аминаты Ибрагимовой бывают уже очень редко, женщина встречает радушно и с пустыми руками не отпускает. По крайней мере, не попробовав яблок из ее сада, не возвращался никто. Провожает гостей и, сидя на склоне горы, ждет с работы любимого супруга. Ума Ибрагимова, Ларьяна Шамхалаева, Тлеротинский район, специально для Новоси 24. Ну а далее краткий обзор событий от Ларьяны Шамхалаевой. В дагестанских школах установят контейнеры для раздельного сбора мусора, пластика, макулатуры, стекла и батареек. Акция проходит в рамках реализации федерального проекта «Экология России». В пилотном режиме проект уже реализуется в столичной школе номер 16. До конца текущего года присоединятся махачкалинские школы номер 12, 15, 22 и 38. Энергетики выявили в Хасавюртовском районе 15 фактов хищения электроэнергии в рамках акции «Стопэнерговор». Теперь абонентам произведут перерасчет потребленных объемов электроэнергии и оштрафуют на суммы от 10 до 200 тысяч рублей. Каякенский район и Галич станут побратимами. В городе Галич Костромской области проживает 50 дагестанских семей. Побратимское соглашение предусматривает проведение культурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие межнационального и межконфессионального диалога. Дагестанская команда по настольному теннису среди колясочников примет участие во всероссийском турнире. Около 250 атлетов из разных регионов страны встретятся в Великом Новгороде, где и пройдет спортивное мероприятие. В Махачкале начался массовый демонтаж нелегальной наружной рекламы. В работе задействовано порядка 40 человек. На помощь представителям городских властей привлечено свыше 10 единиц спецтехники. О том, как столицу приводят в надлежащее состояние, расскажет и Гамзат Нурмагомедов. Очередной рейд уже на улице Ирчиха-ЗК. Специалисты мэрии составляют протокол на нарушителей и проводят демонтаж рекламных конструкций. Управление по делам наружной рекламы в процессе демонтажа не обязано сохранять целостность рекламной конструкции. Поэтому призываю всех бизнесменов и коммерсантов, получивших предписание на демонтаж, осуществлять его добровольно во избежание потери своего имущества или порчи этого имущества. Ранее с предпринимателями проводилась разъяснительная работа по недопущению правонарушения и были выданы предписания самостоятельной ликвидации рекламы. Но они не только не исполнили предписания властей, но и разместили дополнительные объявления рекламы и афиши вне предназначенных для этих мест. Ситуация с рекламными конструкциями на рынке носила катастрофический характер. Управлением проведены демонтажные работы. Вся незаконная реклама, реклама, не соответствующая городскому законодательству, демонтирована. Проверки будут проводиться еженедельно по всему городу. Следующий рейд состоится по улице Лигаджа-Кушинского. Данные мероприятия будут проводиться строго в ночное время, чтобы не доставлять неудобств посетителям рынков, магазинов и других коммерческих объектов и не препятствовать движению автомобилей. В случае невыполнения законных требований владельцев конструкции ждут санкции. На вопрос, как вы относитесь к незаконной рекламе, горожане отвечают по-разному. То незаконно, то незаконно. Нехорошо, конечно, это некрасиво. Но реклама, соответственно, это двигатель торговли, видимо, радует, вы не вставляете. Он не нужен, не нужен, не смотрят на это. Я отрицательно отношусь вообще к рекламе в городе. Это должно всего быть в меру. Я думаю, общий облик города, он должен оставаться как именно город. Но многие люди, я думаю, потратились, да, какие-то средства отдали и потратили на эту рекламу свои деньги. Если было бы в идеале, конечно, если бы взамен, допустим, какая-то компенсация была тем людям, которые тратились. А так, я думаю, такого большого значения, прям, город у нас и так застроен. Такого прям архитектурного, катастрофического такого нарушения, я думаю, нет. Удастся ли преобразить нашу столицу, сделать ее привлекательнее, покажет время. Гамзат Нурмагомедов, Гилач Курбан-Элиф, телеканал ННТ, Махачкала. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение, заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина. Первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены. Дальний Восток, Крым, а также Москва. По словам Набиулиной, новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку. По ее словам, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности. Это международная практика, и именно так традиционно действует Банк России. И это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам, объяснила председатель Банка России. Конкурс по выбору символов для купюр проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовал около 5000 номинантов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя – символы Севастополя и Дальнего Востока. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар остановился на отметке 57,68 рубля, евро – 68,44 рубля. Это были все новости на этот час. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова